Приветствую дорогие друзья на канале Тимоха Лайт. Как вы видите с названия ролика будет он очень мега крутой и интересный, так что досмотрите его до конца и поддержите своим лайком. Хочу вам показать где Google хранит сохраненные о вас все личные ваши данные. Вот представьте такую ситуацию, что вы там где-то лазите в Google, где что-то там ищите, да, а потом нажали там историю удалить. Она вроде бы удалилась, но нет, она вся хранится на серверах и это вы сейчас сможете в этом убедиться. Вот с того момента, когда вы создали Google аккаунт, эта информация хранится на серверах и может занимать гигабайты. У кого это, как у меня, к примеру, я купил новый телефон, на нем я только там ищу информацию на форумах для вас, проверяю ее на других различных там телефонах, да, а потом уже снимаю вам эту информацию. Ну и здесь не очень сильно я все храню, все ищу и так дальше. То есть телефон практически для работы. К примеру, на моем личном телефоне в OnePlus, да, я здесь очень много ищу всего и, конечно же, он будет здесь просто гигов 10-20, может, информации, потому что там у меня аккаунт очень-очень давно создан. Так вот, для того, чтобы это все провернуть, вам нужно будет зайти в Google и в Google уже непосредственно, вот даже вот сюда вот зайдем, у нас папочку Google, вот здесь вот, и мы вбьем такое вот название. Перепишите его внимательно, ну, если вы не сможете его переписать, я вам, конечно же, напишу снизу, что нужно написать. Так вот, нужно написать тайкаут.google.com, вот так вот, и нас перебрасывает в наш аккаунт, ну, где хранится личная информация, а именно Google Архиватор, ваш аккаунт, ваши данные, экспорт данных из вашего аккаунта Google для создания резервной копии или их использования в сторонном сервисе. Значит, здесь вы можете увидеть очень много пунктов различных, вот реально, вот полистайте и вы увидите. Это продукты Google, где о вас собирается вся информация и полная статистика, что вы делали, календарь, истории местоположения, инструменты переводчика Google, задачи, диски, данные доступные к Google, значит, инструменты, история местоположений, мои действия, что вы делали, да, ну, это нужно Google, чтобы он видел, где вы передвигаетесь, чем вы интересуетесь, и на основе ваших интересов он вам предлагает рекламу, рекламу, новости, подборки, почта и всё-всё-всё, вся информация, то есть, можно сказать, вы даже что-то там забыли, Google это не забыл, YouTube, Google это сохранил, вот так вот сказать, скажем правильно. Здесь ничего не отключайте, просто посмотрите, будет интересна вся информация. Дальше, что нам нужно, как мы посмотрели, да, ничего не отключили из вот этих вот пунктиков, хотя это можно что-то отключить, если вы не хотите какую-то информацию получить. Дальше нам нужно нажать просто на вот эту вот кнопочку, видите, она большая, нету больше в конце ничего, кроме неё, ничего вы не спутаете. Нажимаете «Далее», и здесь нам нужно выбрать, значит, посылки оставляем, однократный экспорт один раз оставляем, можете регулярный экспорт сделать каждые два месяца, вам будет информация, но я думаю, здесь можно тип и размер файла, мы оставляем zip, и здесь можно указать, какой вы хотите zip файл, то есть, какой экспорт будет файла в размере, да. Если у вас там будет информация, к примеру, 10 гиг, то вам одним файлом может скинуться, если у вас там 50 гиг, а может у некоторых будет и 50, и 100, не удивляйтесь сейчас, друзья. Я рекомендую лучше по 2 гига, так будет быстрее, и так будет несколько файлов, то есть, вы можете первый файл открыть, потом второй, третий, четвёртый, пятый. Выбираем 2 гига и нажимаем «Создать экспорт». Что после этого, когда мы создали экспорт, выбрали, то есть, всё, процесс может занять некоторое время. У каждого здесь может быть один архив, а у кого-то и 10. То есть, вот этот вот архив, он создаётся, видите, пишется, идёт подготовка файлов, этот процесс может занять несколько часов или даже дней. Когда всё будет готово, вы получите электронное письмо. У меня, как вы видите, я этот делал запрос, у меня этот запрос, может из-за того, что у меня мало здесь файлов, он у меня где-то длился 5-7 минут, вот не больше, честно, 5-7 минут. У кого-то, если у вас очень много информации, то есть, у гугла это занимает определённый период, у вас реально может быть 2 часа, у кого-то час, у кого-то 15 минут, у кого-то полчаса, у кого-то может быть даже и 10 часов, ну, это разная информация. То есть, я, к примеру, делал на своём основном телефоне, то у меня это заняло, там, часа 2-3, не больше. И, как вы видите, перед тем, как копировать данные в другой сервис, ознакомьтесь с его правилами. Как вы видите, у меня в онлайн режиме, то есть, я ничего не делал, даже прошло 2 минуты буквально, да, у меня это всё появилось, вот здесь вот. Ну, если у вас это сразу, как у меня, не появилось, вы можете перейти, конечно же, на почту свою в Gmail, и здесь у вас тоже вот так вот, видите, появится смс-очка, что вам пришли какие-то файлы, файлики. И вы их можете, конечно же, там потом скачать. Вот нажимаете «Скачать файлы» и их качаете. Или же, как у меня, вот вам придёт вот такое вот уведомление в экспорте, вот этом вот, управление экспортом в Google аккаунте. И здесь вы его можете скачать. Нажимаем «Скачать», вот так вот, и у нас, нам нужно ввести теперь пароль. Пароль нам необходимо ввести, чтобы попасть полностью в этот вот источник сюда, где мы это всё будем делать. Значит, я скачал файлы, у меня они появились, и всё равно у меня запрашивает, как видите, пароль. Сейчас я введу пароль, вот такие вот, «Скачать файл» ещё раз. Я до этого и воскачивал, просто вот так вот скачаем, и сразу нажимаем «Открыть». Бывает такое, что он не открывается с теми проводниками, которые у нас есть. Я предлагаю скачать «Есть проводник». Вы его можете скачать, ссылку я оставлю, как всегда, в описании. Но давайте пройдём, чтобы я вам показал, где именно можно скачать. Можно скачать у меня в Телеграм-канале, тоже будет ссылка. Заходите сюда, нажимаете «Присоединиться», и прямо в верхнем углу, вот здесь будет поиск. Поиски пишите, просто-напросто есть проводник, вот так вот. Нажимаете даже «Поиск», и вот вам самый лучший есть проводник. Вы его скачаете, и он у вас будет, благодаря нему вы сможете всё открывать очень и очень быстренько. Я сейчас всё закрываю, потому что оно у меня реально уже скачалось, уже готово, знаете, очень и очень классно. Это файловый менеджер, кто не знает, и он реально работает намного круче, чем стандартные вот эти все проводники, которые у нас есть. Сейчас я его найду быстренько, вот так вот он выглядит. У каждого здесь может быть один архив, как у меня, а у кого-то и 10. Не забывайте это, дорогие друзья. И после того, как мы скачали есть проводник, открываем папку, которая называется «Download». Вот так вот мы в сторону, у нас здесь папочка «Download». Вот такая вот. Нажимаем «Download», и что мы здесь видим? Следующее нам нужно выбрать папку, которая называется «Tackout». «Tackout» — это вот те файлы, которые у вас реально сейчас пришли. И вот он, видите, еще он так, можно сказать, закрыт полностью. Вот так вот. Мы его должны выделить, и снизу у нас появляются вот такие вот три точки, или «Еще» там будет написано. Нажимаем на «Еще», и нам нужно нажать «Распаковать В». Мы нажимаем «Распаковать В», и видим, что у нас «Tackout» должен стоять первый. Нажимаем «Ок». У нас идет «Распаковка». Такая распаковка может тоже занять некоторое время, если у вас огромные файлы. Но у меня там они мало будут занимать, у меня порядка 100 мегабайт, у вас если 5 гиг, то есть это может занять некоторое время. И когда уже мы распаковали, нажали там «Ок», началась распаковка, он качает все архивы в папку, распаковывает. Папка называется «Tackout», вот она у нас, видите, вот так вот. И у нас, когда мы покликали, у нас здесь все данные, которые у вас собрал Google. То есть здесь и контакты, сайты, приложения, все, что вы делали. Это очень интересная информация, если вы хотите, к примеру, посмотреть, что вы там проплачивали, если вы что-то потеряли, а вам там доказывают, то вы не покупали у нас, то докажите, а вы там историю почистили или что такое. Вы вот таким вот образом можете реально все просмотреть. У вас тут и Google аккаунты, и задачи, истории местоположения, мои действия, контакты, карты, новости, почта, приложения, профиля и так дальше. Все, что вы искали, находится здесь. Вот такой вот огромный Google архив. Здесь даже можно посмотреть на YouTube, что вы, историю какую делали, вот историю поиска, что вы искали, там, какие вы файлы, какие у вас подписки были, на кого вы подписались. Новости, вот, к примеру, можно вот так вот их открыть, то есть просмотр, лучше HTML нажать. И мы вот таким вот образом все можем просмотреть, вот такой вот небольшой архивчик. Давайте его попробуем открыть другим каким-то способом, редактором ES. Сейчас попробуем открыть, видите, не открывается. Ну да ладно, ну в общем, реально здесь собран насколько крутой функционал, что вы можете вот таким вот образом реально все просматривать, и это круто. Вот смотрите, логины могу посмотреть, через какие сайты там сидел, что я там искал, вот оно все открылось у меня. История местоположения, вот я сегодня ездил, к примеру, там тоже смотрел. Ну вот таким образом. Тут нужно открывать, конечно же, новости, вот какие я там искал. Вот, нужно просто выбирать, чем открывать, какими программами. То есть программы еще нужно, как видите, не всеми оно и открывается, конечно же. Но тем не менее, блин, ну реально почта, вот смотрите, вся почта, что вы можете нажать вот здесь, и у вас откроются все письма, которые вы до этого делали. Если у вас, конечно же, вы хотите что-то там найти, если потеряли, вот Google покупки здесь можете открыть, посмотреть, что вы там покупали и так дальше. Ну реально, блин, прикольная приложука, которая заслуживает все-таки, наверное, на жизнь. И, наверное, я думаю, многие из вас ее реально оценят. Потому что я просмотрел те вот, ну у меня недавно этот аккаунт, да, в принципе, создан. То есть нет, нечего тут интересного там искать. Но реально на вот этих вот действиях, которые я там смотрю, у меня все-все-все очень-очень хорошо видно. То есть вот поиск я нашел, видите, что я там искал, скачать музыку бесплатно на Чили на Расслабоне. То есть я оставил на Лингтон. Телеканал, телеграм-канал Тимоха Лайф я искал. Видите, тут, ну блин, реально вот мой реальный поиск, что я искал за последние там недели. То есть можно все-все-все это увидеть. Ну это, блин, очень-очень прикольная информация, которую нужно рассказать и своим друзьям, дорогие друзья. В общем, на есть проводник я оставлю ссылку, чтобы вы скачали, точно так же посмотрели это все дело. Ну и буду с вами прощаться. Надеюсь, это видео реально станет вам мега-крутым и мега-полезным. С вами был Тимоха Лайф. До скорого. Всем пока.